Это Третья мировая война, я скажу это вам по-другому, что реальностью он говорит, нам нужны деньги, очень много масштабом, как Третья мировая война, вот столько денег нам нужно, будет больше денег, рынки будут как ракеты. Иран бомбит посольство США и базу в Ираке. Россия и Китай заявили, что не будут продавать селье в Америке. Агрессия растет для того, чтобы потрепить поводы для получения денег. Раз и навсегда запоминаем это понимание. Я заранее купил на 50% своих средств актив. Заранее, до того, как Фед скажет. Я не закончил финансовый институт, но закончил институт понимания, как сделать так, чтобы моя семья была финансово независима. Вот мой институт. Привет, друзья, с вами я, Адриан, и это будет видео из серии «Маркет наперед», где мы подробно посмотрим, что сегодня произошло. Федеральный резервный банк поднял процентные ставки на 0,25%. Что это означает? Напрямую, как будет влиять на рынки, как будет влиять на наш портфель. И вот знание этого, это даст нам довольно сильную почву, куда мы идем, продолжаем идти. И самое главное, мы делаем это очень интересным способом. Мы видели пункты из моих прошлых видео, те, которые напрямую ассоциируются вот с этим ивентом, событием. И посмотрим, был ли я прав. Этот канал, цель – это помочь, чтобы вы стали финансово независимым и имели четкое понимание финансовых инструментов, которые вы держите в своем портфеле. Понимали ситуацию и как оно будет развиваться, не гадая. Самое важное – не гадая. А основа этого просто на фактах. Когда заканчивал школу, я вообще не понимал, что такое финансовый портфель. Все это. К сожалению, большинство из вас, я думаю, что такие же, как и я. Я сам начал решать свои финансовые проблемы. Ситуация война. Да, если бы я не решал свою проблему ранее, когда была в Армении война, в моей семье было бы очень плохо. До этого, если бы я не решал, не понимал, что такое финансы, не создал бы портфель с моим отцом, когда вот это время, почти год, в больницах, тогда бы я не чувствовал себя уверенным со стороны финансов. Нас не учат в школе, но мы будем учить, что такое финансы, как быть финансово независимым и как сделать отличный портфель. Мы этого научимся. Я научился и буду делать все, чтобы вы его научились. Так, давайте пройдемся по пунктам. Что я думал? Процентная ставка будет повышаться или сильнее, или меньше, или вообще не будет меняться? Давайте посмотрим. Первое видео. Посмотрите, 15 марта будет тема поднятия процентных ставок. Они могут, но они будут поднимать мизерно, помните это. Потому что, если поднимут резко, нынешняя ситуация, рухлый фундамент, который имеется, вы видите, касательно финансовой системы, доллар, они поступят в основу, поэтому не смогут поднять. Сегодня федеральный резерв повышал процентные ставки мизерно, мизерно, на 0,25%. Это то же самое, что не повышать вообще. Единственное, для чего они это сделали, я ей это сказал, сформулировал так. Я сдержал слово. Спасать Америку от инфляции. Как они выступили? Они сформулировали, мы контролируем инфляцию в Америке. У меня дядя работает в федеральном резерве. Так. Это не догадки. Я не люблю гадать. Я люблю легко себе объяснить, почему что-то будет происходить. Я могу ошибаться? Да. Но когда ты себе можешь рационально объяснить, шанс ошибаться становится меньше. Очень меньше. Становишься внимательным. Дальше я сказал, что если процентная ставка поднимется мизерно, я ставлю, чтобы рынки пойдут вверх. Так сказал. Будет процентная ставка меняться вверх, доллар стать дорогим, не будет этого. Это будет маленькая, поэтому у меня курсы вверх. Объяснение. Рынок хочет знать, что есть структура, которая регулирует, контролирует инфляцию. Все хорошо. Если все хорошо, рынки идут вверх. Вот что. Поднятие процентной ставки на 0,25% это показуха, что мы контролируем, мы существуем, мы контролируем инфляцию. Рынок принимает такое формулирование, как не беспокойтесь экономике, все хорошо. Идем вверх. Продолжаем, продолжаем. Мы чуть-чуть поднимем, это будет показуха. Ничего больше. Это для нас позитивно. Это будет влиять на курс. Позитивно. Рыноку нужно успокоительное. А Фед, вот это успокоительное, это таблетка, которая дала рынку. Вот прими, успокойся. И продолжай подниматься. Далее я продолжил, что нарастание масштаба, агрессии, приведет к тому же, рынки будут идти вверх. Будут говорить про ядерные бомбы, у меня курс вверх. Что у нас есть? У нас есть Байден, который сказал, что это Третья мировая война. Я скажу это вам по-другому, что реальностью он говорит. Нам нужны деньги. Нам нужно много, очень много масштабом, как Третья мировая война. Вот столько денег нам нужен. Фед. Вот он что говорит. Фед будет давать. Потому что мы знаем, что войны, войны это войны банков. Выигрышная сторона получает более территориально новые рынки, где может поставить свой продукт. А продукт банка только одно. Это его валюта. Проиграл войну, твоя валюта потеряла рынки. Стала слабее. Я сказал, что если масштаб будет увеличиваться, я ставлю вверх. Рынки пойдут вверх. Потому что с масштабом будут приходить триллионы долларов. Что сейчас создаются, делается. Создаются поводы для триллионов. Поэтому я больше готовлюсь, чтобы рынки пошли вверх. Поняли? И каждый раз, когда рынок даст мне возможность купить по низкой цене акции, индексы, криптовалюту, я буду покупать и покупать очень сильно. Агрессия. Растет агрессия. Что будет подпитывать эти поводы? Да. Иран бомбит посольство США и базу в Ираке. В Украине российские войска продолжают свое дело. Россия и Китай заявили, что не будут продавать Сирию Америке. Америка блокирует все, что возможно России. Растет агрессия. Агрессия растет для того, чтобы подкрепить поводы для получения денег. Ясно? Раз и навсегда запоминаем это понимание. Чем больше будет расти агрессия, большие масштабы, значит будет больше денег. Будет больше денег, рынки будут как ракеты. Я не закончил финансовый институт, но закончил институт понимания, как сделать так, чтобы моя семья была финансово независима. Вот мой институт. Будут печататься огромные количества средств, что повлияет на инфляцию. Что такое инфляция? Ты получаешь 500 долларов в месяц, сахар стоит 10 долларов, в месяц потом стоит 20, 50, 100. Бензин то же самое. печатница то же самое. То есть все растет из-за инфляции. Твоя зарплата не растет, но инфляция пожирает платежную способность твоей валюты. И поэтому все остальное растет по сравнению с этой валютой. Я сказал, что как бы я не хотел, но все равно в свой портфель добавлю золото и другие антистресс-активы. Я на том, что ожидал, что до поднятия я купил на 50% своих средств криптовалюты отличные проекты. Фед поднял вот сток. Я заработал 35% до 35% сразу же. Что я хочу сказать, что мы будем учиться. Я хочу, чтобы мои видео приносили пользу финансово, напрямую, финансовую пользу. Я был прав, я был прав, потому что понимаю. И вы будете правы, потому что и вы будете понимать. Через некоторое время вот что самое главное и что будет просто круто. До тех пор я буду делать видео и стараться максимально объяснить, что я понимаю. Чего мне не учили в школе, как и многих из вас, но мы самолучки и самое лучшее это. У меня есть балансированный портфель. Я приугадываю с точностью, как сформулируют, потому что знаю все, на что они будут основываться. Вот поэтому именно так вот эти слова выберут. А что лучше для своего финансового портфеля? Построить позицию заранее. Я заранее купил на 50% своих средств актив. заранее до того, Фед скажет. Так, на этом все. Если вам интересно более подробно, пошагово, что я делаю, что входит в мой портфель, все это есть в приватной группе, ссылка в описании. Но и тут я говорю про конкретные ситуации, конкретные решения, конкретные пользы для вашего портфеля, для вашего финансовой независимости. Окей? Так что все. Идем вперед. Спасибо. Увидимся.